Дорогие друзья, вот прозвучал вопрос, каким образом произошло мое падение в чином музыкальных развлечений. Это все было военные городки. Отец мой военный, матушка учитель. Папа распределился в поселок Школьный, Симферополь-28, Симферопольского района Крымской области, оттуда управляли находом, где находилась школа сержантов, где находился один из самых крупных центров управления космическими аппаратами в мире. Там было все, что было лучшего в этом смысле. И там проходила моя юность, 8 лет я там жил с 1965 по 1973 год. И находясь в третьем классе средней школы, значит, родители отвели меня за руку в музыкальную школу. Маленький городок, счастливое детство. Была шестидневная рабочая неделя, мы каждое утро вставали, вместе с родителями шли на зарядку. У нас мамы работали в школе, соседка была литератор, моя мама была математикой, поэтому мы все учились хорошо. Попробуйте выучить литературу, потому что пойдет за ссорью и обязательно все скажут. В школу ходили пешком, ничего не боялись, потому что никаких из преступников не было. Мы только про них книжки читали. Если у пацанов было меньше двух кружков, то на него смотрели как на дебила. Хотя мы и курили, и пили портфель, и матерились, и там, в общем, все остальное. Ну, я считаю, мне повезло, потому что из развлечений у нас был король, Коля Старостин, который наизусть знал половину золотого теленка и почти все 12 стульев. У нас это считалось, кто больше знает цитат. Первый план «Ослово уши». Мы играли в шахматы, мы стреляли, мы делали скобочники, такие замечательные оружия из резинок. Вот, мы играли в 300 спартанцев, я научился разбирать автомат за 4 секунды. У нас была зорница профессиональная, то есть на бегание с автоматами мы смотрели как на идиотов. А так мы работали на ключе, махали флажками. Вот, все происходило достаточно интересно, бодро, весело, все это был Крым. Это моя юность. Это великолепное место, жили в степи, продувляемые ветрами со всех сторон. Там красный закат, на востоке горали педры. Вот, и школа прекрасная, где нас учили наши мамы. И прекрасное совершенно развитие. Учитель физкультуры Виктор Викторович Глазатов вел с нами занятия по гимнастике. Вот, и учительница, все были очень ответственные. Крым. Это Крым. Это запах горячего мяса и моря. Это шум кипарисов и ласковый солнечный свет. И на свете ни злости, ни смерти, ни боли, ничего больше нет. Ничего больше нет. Это Крым. Это желтая жесткая створка рапаны. Это светостолбы. Это красная крабья крышня. Это ягодки зила, раздавленных алые раны. Это все для меня. Это все для меня. И опять приснилось мне, мы живем в одной стране. Мы летим, как стая птиц, без таможенной границ. И от Куршки до Курил. Алым пламенем горим. И для каждого открыт. Сладкий мир с названием Крым. Это солнце и море. Твое бесконечных размеров. Это счастье простого. Бездонный мешок. И проснувшаяся моя сладкая детская вера. В то, что будет всегда. Нам с тобой хорошо. Это Крым. А лето синим прочерком Нам в жизни пишет очерки. И уезжать не хочется За полосу жары. И снова оправдания. Проблемы и задания. Густое ожидание. Есть где-то остров Крым. Есть где-то остров Крым. О, господи. Лето, пляж, море, песок. Это будет вечно. Солнце, прибытое гвоздями к небу. И о-у-у. До горизонта вода, А сверху солнце пятно, А в них любая беда Уходит камнем на дно. Я на весь этот срок стану носом приличен к бумажке. Что с единственной мыслью до моря добраться с краей, Белой линией в жизни моей полосатый цветнежте, Светлой памятью прошлых моих пионев лагерей. Пускай сгорают на тла Вокзальных бед-миражей Вот жаль, что слишком мало Моя счастливая жизнь Разрежет будто, разрежет будто Ножом поток насущных забот Пусть будет сон зажег На весь на будущий год На весь на будущий год Я на весь этот смог Стану носом прилипшим бумажным Что с единственной мыслью До моря добраться скорее Белой линией в жизни моей Полосатой тернежке Светлой памятью прошлых моих Пионер-лагерей Пионер-лагерей До горизонта вода Пионер-лагерей Пионер-лагерей До горизонта вода Там про все там И вот такая зарисовка Ночной купаль Кто хоть раз в жизни купался ночью Понимаете, что это такое Особенно когда в Теснянском младере Особенно когда радбой уже был Особенно пока по младере Приходят дежурные Ну это задача в общем Деревсионные микробы Протест Молтата Молтепест Только никто не видел А наглядно это теплое черное море В котором лежишь на спине Приходишь в небо Звезды А может шапать Какой-то шум Я думал Что это шумит такое Потом я нанул С фонариком И выяснил Что это камни Что это не было Попойно Перекатывает Любой И они шумят Я не думаю о вечном Созидательном труде А лежу в себе беспечно На спине В морской воде Я лежу И ветер дышит В бесконечной вышине И спиной Шорох слышу Под собой Песка на дне Под собой Песка на дне Под собой Песка на дне Песка на дне Колетер Нигде был Козел Побежали Пионец-то лайный маяк Два года я там Два раза Ну ладно Два дня Друзья Лето А собственно Как мне сказал Правильно Юра Что лучше всего Сейчас попеть Просто про Это самое Про горы Просто есть мечта Поезжать в Крым Ну вот Как-то Получается То одно То второе Дачу мы сошли Чтоб в Крым не ехать Теперь ее Екатерин Восстанавливает Детьми А я в Москве Сижу один Гордый А вы назовите Дачу Крым Пишите Напишите Спасибо И выкопайте Черное море Не прошло Не я Не сказал К сожалению Русские люди не знают Русские это Прилагательные Русские украинцы Русские Русские люди не знают Свою родину Что в ней Лучшая Из того Что есть в мире Например Человек Который Займает Пятое место В мировой Квалификации Райдеров Их Их сотни тысяч На самом деле Их Ничего не делал Только ездит Прогород А это вот наш Совершена Воздушно-десантных Войск Динамия Хричков Который живет В поселке Терскол По месту Своей прописки Который Служил в армии ПТВ В 90-е годы И рассказывал мне Как они Забивали на ночь Досками Дверь входную В соседних Казах Мы жили в узбеке Которых было Человек 200 А их было всего Десять Наших И вот чтобы Не произошло Никаких Действий Они заколачивали Дверь и окна Уложились спать Утром Выдирали Эти все гвозди И шли Заниматься Ежедневной деятельностью Денокречек Причем он не жаловался Он просто рассказывал Смотри как прикольно Гитара 5-е место Мировой классификации Райдеров На горных лыжах Как я эту песню Большим удовольствием Ему посвящаю Замечательный человек Спокойный Как удар Но лучше Его не паника На лыжах Наверное Только Саша Байдаев Я хочу добавить Пожалуйста Давай полетим Давай полетим Давай полетим Это небо сегодня Господь приготовил для нас Взбив своими руками Подушку вершинных снегов И земля под названием Северный этот Кавказ Объяснит на всю судьбе С пустых человеческих слов Давай полетим Давай полетим Давай полетим Ты ведь помнишь Старик этот первый Единственный раз Как запела Зажглась Заиграла Под солнцем Душа И обрывки Серебряных Этих Егинственных фраз Наконец Перестали тебе Своим светом Мешать Давай полетим Давай полетим Снеговой волшебный круг Никогда не тает До него в твоей коске Слишком высоко А давай с тобой вдруг Просто полетаем Прислонившись к атласу небес Жесткою щекой Давай полетим Давай полетим Давай полетим Давай полетим Давай полетим Праворукая тачка Раздолбана Во бытия Там, где лело и право Не сразу сумеешь найти И блестящая Прошлая слава Потухший маяк Мне бессильно Желают удачи На этом пути Давай полетим Давай полетим Снеговой волшебный круг Никогда не тает До него в твоей коске Слишком высоко А давай с тобой вдруг Просто полетаем Прислонившись к атласу небес Жесткою щекой Давай полетим Давай полетим Давай полетим Давай полетим Мне ужасно приятно было, когда приезжаешь, и заходит Гена, а он такой и пик у него все время Пишется, да? Будто он наелся вот чего-то такого, что нельзя кушать Он подходит от тебя Дорого Типа опять приперся Дорого Потом начинаем лаговать, и так начинаем улыбаться уже Но человек все время в том, что находится Это он радость прячет, нет? Да, да Есть такое выражение лица, то есть загадость прячет Если вас куда-то послали, значит вас где-то ждут Да, называется 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 Да, да, да Вот Хотите попасть в Америку, идите служить в ракетные войска Ну, как известно, горные лыжи — это такая разновидность любви Ты где-то должен совершать противоестественные движения И придержаться и умновесить А как это ты все будешь делать, не важно Это как секс Главное, чтобы вы достигли оргазма Вместе, порознь, там Ну, чтобы вы его достигли А что вы при этом будете, какие вы будете делать, значит, движения Какие вы будете испускать звуки, это уже не важно Это ваше личное дело Вот Глобоко личное Делиться этими сокровенными, значит, сведениями нельзя Ни в коем случае Я езжу все время коряво Ноги у меня раскоряты Спина прямая Вот Мой инструктор Академик Академии географических наук Значит, Михаил Баженов на меня орал все время Когда ехал на канатке На втором сидите орал Калентин был так, согни колени Вот Ещая горя его слушала внимательно Я хохотала вообще А вот этот козел Вот он Вот он Урод Да, и я так до сих пор Я боялся его ужасно Я из-за этого даже Когда вот Упал, ногу себе разрезал На горе прям зашел себе ногу нитками Боялся, что Баженов имел рост Сто пять сорок пять сантиметров Вот такой Нож такой длинный И такой пронзительный взгляд Он говорит Ни четыре пять тысяч Ну что тебе надо Я говорю Миша, извини Все нормально Вот И он это самое В общем Жорко с нами обращался Ну и правдное дело Собственно говоря Вот И вот в корных лыжах Есть разные виды катания Там Длинные дуди Короткие дуди Там Годель Вот А есть только вид катания На канатных дорогах Очень хороший вид Ни в литровой заснеженной яме Ни под ветром сбивающим с ног Хорошо наблюдать за друзьями Из вагонов канатных дорог Ветер снизу ниже тигоняет Ну а ты наблюдаешь в окно Как они там внизу исполняют Горнолыжный свой танец смешной Вот летит бородатый мужчина Так что сыплются искры из глаз И без видимой внешней причины Ударяется фейсом об айс Всем в вагоне становится больно От ужасной картины такой Ну а он едет дальше довольный И беспечно нам машет рукой Вот красивая девушка едет В облекающем тело крико И вокруг воздыхают соседи И жалеют, мол, так далеко И глядят вожделенно на деву И поближе стремятся к ней стать И вагон накриняется естественно влево И канатчик кричит твою мать А под нами планета Оба черно-белого цвета И безумные ветра В голубых небесах Все такие смешные Все такие родные Все такие дурные Будто это я сам Вот инструктор по имени Львович Группой чайников склоны скребет А у них тормозят даже брови Один устремился вперед И орлом два мукра пролетают И все в ужасе падают снег И лениво вагон обсуждает Вот сыграл город и человек А под нами планета И черно-белого цвета И веселое лето В голубых небесах Все такие смешные Все такие родные Все такие дурные Будто это я сам Вот они, офигевшие, мчатся С головою своей между ног И сияние голыжного счастья Достигает канатных дорог Эти люди, одетые пёстро Видят вместе огни и миражи Это всё наши братья и сёстры На горе под названием «Жить» А под нами планета, чёрно-белого цвета И весёлое лето, голубые цветы небеса Все такие смешные, все такие родные Все такие дурные, так это я сам Эй, будто это я сам Да ведь это я сам Ну, естественно, человеческая душа нежная, несовершенная И она, в фильме, не приступы каких-то ностальгии Она мучается из-за того, что вот это я, вот это я, вот это я И, собственно, вся песня, которая посвящается состоянию, когда человек приезжает У него счастье, он не думает о деньгах, он не думает вообще ни о чём И все эти желания, они как-то реализуются, материализуются Да, вот, а потом он наоборот решает И наступает период жуткой тоски, переживаний А там, как сейчас идёт И Львович бродится, скривёт Сунки в тех порах называются песни И в гордолыжные обуты Толпится у дверей народ И закурит друг дружку в брусе И лыжи тащит за носки И крема всячески наносит На нос Финальные масти У нас там утро, полный час намаза Семёнка белая висит И солнце всех, кто в лыжах Сразу Сжечь изо всех стремится силу Кто погорит, несётся асом Кто загорает на спине А кто вымачивает мясо Своё в полусухом вине У нас там вечер этот точно И ничего не разобрать Вон, где готовится порочно На пицца, а потом орать Вот эти ищут приключений И собрались идти в чей дед И Львович бродит, но вечерний И дым колышет в сигарет Вон, ночь на выносливости экзамен Рубашки модные достав Сидят все плотными стадами В различной ёмкости, местах Былым и нынешним хвалятся И популярные поют Кричат, стремятся и бронятся И спать соседям не дают Двинут за жизнь беседы тоже И кипяток, и спанок пьют Потом целуются в прихожих А иногда по рожам пьют А после ночи на исходе Когда затихнут момент номера Беззвучно наши души бродят Тех, кто уехали вчера Тех, кто уехали вчера Тех, кто уехали вчера Ну что еще песня была написана Вот то, что вы попросили Песня, естественно, получилась хорошая Первый раз в жизни меня пригласили В 1999 году В феврале на кинофестиваль Происходило это все В таких дивных условиях Когда, помните, 1999 год Война в Чечне шла во всем Вот, и такая постановка Была очень интересная Была очень веселая постановка И нам зарплату не платили По нескольку месяца Вот, и вот мне звонит мой знакомый Николай Николаевич Графонов Это потрясающий человек Москвич, который обожает Просто вырос в Донбай Вот, и он все время в Донбай ездит Людей туда Он говорит, слушай, поедешь в Донбай Песни петь? Я говорю, а сколько? Он говорит, ну, наверное, только за дорогу Я говорю, ну, наверное, поеду Тут он мне звонит Уже непосредственно перед поездкой Говорит, поедешь? Я говорю, а сколько платить? Он говорит, ничего платить не надо Я говорю, ну, тогда поеду Пошел поговорить со своими начальниками, мне выписали командировочное удостоверение, и я поехал в этот дом. Полное счастье. Приезжаю, все это начиналось в доме кино, я взял рюкзак, провожу туда самое необходимое, получился вот такой рюкзак. Монитофон, 50 кассет, штаны, кроссовки и так далее. Хорошо, спасибо, последний момент мне дали с собой красивую рубашку, которую я потом ходил на концерте. И лыжи, естественно, чехли, я иду со всем этим делом, гитара, ну как все у них песни было. Иду туда, и вижу, стоит Алистар Халюманов, вы знаете, народный оркестр России, красивый мужчина, такой кашемированный пальто, длинный, с этакой изящным. Увидел меня, говорит, слава богу, хоть один наложник есть. То есть туда взяли артистов, которые о горных лыжах знали только то, что они есть. А 50 человек артистов и меня взяли до кучи, потому что я был знаком с главным организатором. Подходим, садимся в автобус, мне говорят, ты кто? Иди зарегистрируйся. Я пошел в организацию и сказал, что я военный, мне сразу дали ящик водки и сказали, никому не выдавай, без команды. Я этот ящик положил себе под сиденье, меня сразу стали уважать все мужики. Стали со мной разговаривать, что-то подбогать мне сигареты и так далее. А вдруг ходили тетки недавали, там оказывается было несколько съемочных групп и мужики операторы. Им ужасно ходило, значит, поправить здоровье, а тетки ей запрещали ходить. Ну и неважно, сели в автобус, приехали во Внуково, дальше я хожу и лекарочно думаю, сейчас сколько с меня денег сделают за пропуску лыж. И тут объявляют, что пассажиры чартерного рейса 33-86, Москва, Минеральные воды, просим пройти к такой-то стойке. Проходим к этой стойке, а там открыта дверь и прямо стоят тетки улыбающиеся. А там с нами летели Джигурда, их ночью будет помелось, Кириенко, Зинаида, народный артист, который играл в серии Тихий дом, Кандулайнин, ну, люди, которые их знали во всей стране. И объявляют, что вот ваш, просто кладите на тележку, ваш багаж и все, без всякой оплаты. И у меня ощущение счастья начало нарастать. Я с этим ящиком с водкой, когда я встал в ящик, они говорят, не-не-не, ящик с собой. Дальше мы сели в самолет, ящик я поставил под сидение опять. Достали гитару, и тут самолет начал разбег, и стали все орать, где этот военный козел с нашей водкой? Где он? Уже трубы горят, значит. И вот самолет оторвал переднюю стойку от ВПП, и в это время стали открывать эти кабинеты и прямо принимать водку. Вот, в общем, когда самолет прилетел, уже все были хорошие. И вот это счастье, да, потом нас посадили в огромный автобус. Тут же на ВПП нас встречали два народных ансамбля. Вот, бешеные, необразованные артисты побежали доставать свои чемоданы. А мы, поскольку были люди серьезные, Журов, Диодий, я и Николай Николаевич Гафонов, стояли внимательно, смотрели, как там танцуют эти самые. Сначала танцевали лестинку, потом казачья ансамбля стала это все петь. Нас встречал министр культуры Карачаева Черкесий. Ну, посадили в автобус, привезли в гостиницу, привели в столовую. Дальше была такая потрясающая совершенно сцена. Ну, 50 человек артистов. Подходит, такая тумочка, метр четыре длиной, сверху стоят стаканы, кружки. Открывают тумочку, там внизу стоит волка. Вот, четыре метра волки, представляете? Сверху вода меркует, четыре метра воды меркует. Подходит и говорит мужик, берите сколько хотите. У артистов, знаете, температура воздуха сразу стала повышаться. То есть там внутри началась бешеная работа интеллекта. Что делать? Я, поскольку не одесса, просто подошел, взял две бутылки. За такой мычанин остался. М-м-м-м, гад! Вот. Да, но эти две бутылки так у меня и постояли, я потом их сдал. Вот. И вот полное счастье мне дали такую маленькую оранжевую карточку, которую сказали, это пропуск в зеленскую баню. Везде, где я ходил, я доставал эту карточку, меня пускали без очереди, бесплатно, и просили у меня автографы. Меня принимали за какого-то этого самого. Хотя я честно всем говорил, что я не звезда шоу-бизнеса. И вот горы там ниже, чем Кирской, там где-то полтора километра всего. И вот ощущение вот этого праздника, носок меня пронизало, что первый же день я ехал на канате с лыжами, рядом со мной ехал местный человек какой-то, и вот я у него спросил, как будет, по-вашему, пожелание добра? Он мне это все задиктовал, я большие юристы не буквами записал, и получилась вот эта замечательная песня, которая мне самого больше нравится, потому что как-то в ней искренняя радость содержится. В небе искоркою пролетит самолет моя белая птица, я себе пожелаю уйти, чтобы завтра опять возвратиться, чтоб тянулась волшебная нить, шла в мой город, куда я уехал, чтоб подольше в душе сохранить это теплое горное эхо. Красти легкие наискосок моего добровольного плена, Твое солнце запомнит висок, твои склоны запомнит колено, Твою силу подхватит мой шаг, твое мужество руки и плечи, Твое небо запомнит душа, светлым домом по имени вечность. Лыжный рай, светлый край, нам пора распроститься, Мой терцком нан-нан-нан-нан-нан-нан-нан-нан-нан-нан-нан-нан, Твоя крыла нан-нан-нан-нан-нан-нан-нан-нан-нан, Горные птицы золотые приметы к добру, Крылья ветра и небо куаши Радость чистую, светлую грусть И улыбки волшебные ваши Это все я с собой унесу Мне поглажать тяжелый не будет Дай Господь вам кюмашер болзун До свидания, добрые люди Лыжный рай, светлый край Нам пора распроститься Мой тенскоп, мой дамбай Два крыла, горные птицы Горные птицы, горные птицы Горные птицы Горные птицы, горные птицы Горные птицы, горные птицы А вообще, конечно, я наблюдаю за собой, пришел к Олену, что все, что я пишу, это, знаете, ослабленный вариант Висборра. Я предложил Тане Висборр, я говорю, давай сделаем песню, диск, я сделаю диск, который будет называться «Песни Висборра, написанные Михаилом Галентином». Вот, и вот сейчас я одну из этих песен вам свою, вы поймете, в чем дело. Просто, ну, у каждого человека есть свои учителя, на которых ты похож, независимо от того, хочется тебе или не хочется. Как у каждого мужика, здесь он для запоминания. Есть свой стереотип женской красоты. Чтобы здесь было вот так, вот здесь было вот так, вот здесь было вот так. Вот средний тип моей женской красоты сидит вот на втором ряду, вот в очках. Вот девушка с розовым верхом. Так получилось. Я в этом совершенно не виноват, и она тоже не виновата. Это, знаете, вот как вот явление природы. Что Солнце восходит на востоке, а садится назад. Вот, и вот, ну, в этом есть, конечно, глубокий и физический смысл, потому что, конечно, Висборг описывал великую технологическую нашу, великое технологическое государство, Советский Союз. Он бывал в разных местах, он видел, как это все происходит. Вот, и он это дело видел, сознательно писал про это все. А писать долго, как-то витиевато, это неправильно. Он писал так, как вот должно быть описано именно это. Потрясающая, потрясающая вещь. У нее потрясающая песня есть про космонавтов, про запуски космических аппаратов. То, что мало слушают. Про подводников и так далее. Вот, и вот, как бы, все у меня, получается, получалось вне моего желания. Песня про... У нас было распространено такое явление, когда мы ходили ночевать в кафе Ай. Приют кафе Ай, вы знаете, там рядом. Вот, который сейчас, к сожалению, не работает. Там раньше была гостиница, там было 4 комнаты, там было 28 посадочных мест. Потом ее перестроили, оставили всего 8. Но вы знаете, что нет предела советскому человеку. Мы там ночевали, нам было 32 человека на этих 8 койках. И всем было хорошо. Песня называется «Завтрак с видом на изброс». У Висбера есть потрясающая повесть, я вам всем рекомендую почитать. Там кафе Ай, приют. И вот, если накрывают утром завтрак в дальнем углу, с видом на изброс. Это называется «Завтрак с видом на изброс». Если в ближнем углу, с видом на донгос. Это завтрак с видом на донгос. Причем, самый термин придумала Света Шевченко, которая была хозяйкой кафе Ай. Мне с ней посчастливилось два раза встречаться в жизни. И она мне вот это все рассказывала. Я говорю, Свет. И вот Висборг ночевал там. И неужели у тебя с ним ничего не было? Она говорит, я смотрела. Нет, нет. Я был хозяйкой, не был миди. Такая женщина твердая, как кремень. Мы ночеваем в приют. Среди снегов, ветров и скал. В непритязательном уюте. Где звезды около виска. Где дверь красиво мелодична. Поет приветствие слова. Ее, Есиф Ильич лично, когда-то тоже ночевала. Мы много пили, много пели. Забыв про грусть и рост и цепь. И вместе над землей летели В кафе хрустального кольца. И под заснеженным карнизом Рождались нужные слова. Игорь Иосифович Витборг Нам с неба тихо подпевал. Больше некуда дружок торопиться. Жизнь сама нарисовала сюжет. Время прошлое стекает водицей. Мы с тобой, брат, на небе уже. Время прошлое стекает водицей. Мы с тобой, брат, на небе уже. Нас эта жизнь научила. Не верь, не бойся, не проси. Ищи друзей согласно чину. От боли вслух не голоси. От плетки так же, как от водки. Пусть не кружится голова. И в мире лучше нет находки. Хоть раз на небе побывать. Больше некуда дружок торопиться. Жизнь сама нарисовала сюжет. Время прошлое стекает водицей. Мы с тобой, брат, на небе уже. Время прошлое стекает водицей. Мы с тобой, брат, на небе уже. И был восход на всей планетой. И завтрак с видом на Эльбрус. И нам лила Шевченко света. Зеленый терпкий чая вкус. И мы на лыжах мчались к низу. И вновь февраль был на дворе. И Юрий Асикович в избах. Нам улыбался из дверей. Лыжи в печке стоят. Гаснет закат за горой. Месяц кончается март. Скоро нам ехать домой. Больше некуда дружок торопиться. Жизнь сама нарисовала сюжет. Время прошлое стекает водицей. Мы с тобой, брат, на небе уже. Время прошлое стекает водицей. Мы с тобой, брат, на небе уже. На небе уже. На небе уже. Ну и мне, конечно, приятно, потому что эта песня прозвучала в Кремле в прошлом году. Вместе с Володей Кольчевским, вместе с Андреем Дербиловым. Мы эту песню спели. И мне сказали, что получилось неплохо. Ну а сейчас, дорогие друзья, сами понимаете, главный человек в моей жизни это моя любимая жена Екатерина Ильбовна Калинкина, которую поколите, пожалуйста. Мужиклая героиня, в которой она побеждает в боях со мной, котом, Ваней, Степой, Светой, Олей и еще миллионом всяких замечательных вещей, которые на ее тернестом пути она их собирает, выстраивает перед собой, а потом всех побеждает. Потом всех моет. Потом всех моет. А сначала всех побеждает, потом всех моет. Я куплю сильный билет в тот небесе В тот сезон, когда на небе прибив И на тонких досках ставила кресло Потихоньку оттолкнусь от земли Станут нитками река и дорога Станут кубиками лес и дома И игрушечный любовь, и тревога Как туман, как летний туман И взглянувши сверху вниз напоследок К краю саму легко подкачу И глоток холодный ветра отведав Корабли своих в погоду пущу Стану птицей, стану сном, стану чудом Среди солнечных столбов золотых И кем был я, и кто есть, и кем буду За меня и напишут команды Я слышу свет, я слышу ветер Я слышу всех, кто здесь спускался до меня Они живут на небе вечно Как тот вчерашний, по горе летящий я Как тот вчерашний, по горе летящий я Как тот вчерашний, по горе летящий я А потом весна поднимется в горы И на лыжах нам чехлы застегнет И в прошедшее помчится так скоро Этот год, этот год И в ручьи войдет снегов вдохновенье Не держи тоску в душе, не держи Потому что твой сезон, к сожалению Это жизнь, вся твоя жизнь Да будет снег, да будут лыжи И наших лыж на наших сне не гражи Ведь нам без них уже не выжить Ведь наш сезон, вся наша собственная жизнь Ведь наш сезон, вся наша собственная жизнь И выдох твой, ветра струдят Река времен не останавливает бег Но здесь без нас он вечно будет Как высота, как этот свет, как этот снег Ну, до конца концерта остается немного времени совсем. Мы сейчас еще одну песню написали, я ее с удовольствием спою. Песню я хочу посвятить своей бабке. У каждого, собственно, из нас есть масса поводов, чтобы гордиться. Я жил во время, когда это было не принято. Я разговаривал с Аликом Мерзояном, человек, который очень много знает нужного для каждого из нас. Их не учат ни в школе, ни в институте. Он говорит, смотри, разговор там был про национальности, про жизнь, про все остальное. Сколько у тебя было родителей? Двое. Папа и мама. Сколько у тебя было бабушек? Четверо. Сколько у тебя было родителей? Восемь человек. Сколько у тебя было родителей, например, тысячу лет назад? Миллион. Уже все почти. За каждого из нас стоит миллион человек. И поэтому, знаете, с одной стороны, очень много вещей сразу становится понятно. Что мы делаем самостоятельно? Мы ничего не делаем самостоятельно. Вот этот миллион, который за нами, он говорит, он смеется, он плачет, он что-то делает. Просто вот в этих условиях эти люди, которые вложили в нас свою жизнь. И я сейчас хочу спеть песню, которую я посвящаю своей бабке. Зинаида Алексеевна, это мать моей матери. У нее был супруг, второй секретарь обкома, который весь обком посадили в 1937 году. Он остался один, недосаженный. В 1939 году утром ушел на работу. Вечером ей пришли и сказали, что, знаешь, он скоропостижно скончался. То есть, видимо, его просто убили. Потому что надо было, видимо, добирать всех остальных. И бабка осталась одна с тремя точками. А когда началась война, ее брат посоветовал ей с фронта в письме, что давай, говори, оттуда пока тебя тоже не прибрали. Она собралась, взяла чемодан, трех дочек, и поехала из Сибири в Казахстан. По дороге ее чемодан убрали. Она приехала в Казахстан с тремя точками. У нее было различных вещей, территочных сил. Поселили их Казаху, у которого жило уже девять семей. Там жили немцы, сосланы из положения. Чечены, сосланы из Чечни. И так далее, и так далее, и так далее. Их поселили, поскольку они были женщины, надо было в тепле, в тепле жить. Их поселили в сарай сосреди. Там было тепло. Потому что все остальные жили просто на улицах земля. И что там делала бабка, никто не знает. Но она оттуда вернулась в 45-м году двумя орденами. В Орден Ленина, Орден Владового Красного Знамени, десять медалей. Одна. У нее не было мужа, у нее не было поддержки. Она жила у Казахстана в Сибирном Саде. А вернулась вот так вот. И чё она делала? Она никогда ничего не рассказывала. Она просто сидела. Очень любила, когда приходили мужики к отцам в гости. Она садилась в краешку, ей наливали дюмочку. Она заколивала Беломорину и внимательно сидела и слушала. А сама ничего не рассказывала. Кремень. И вы попросили спеть песню, которая называется «Ветеран». И я эту песню спою с удовольствием, посвящу ее своей бабке. Ушла она из жизни в Крыму, в том же поселке Школьное, в 1973 году. Провожать я пришла, все бабки пришли из нашего городка. Бабки делились на две части. Половина бабок верила в Бога. Ну и когда она ушла из жизни, пришли эти бабки, которые верили в Бога, принесли сам, принесли тазик со звездкой, крестики принесли, обложили тазиками, крестиками, бумажку ей налог положили. И помолились и ушли. А потом пришли бабки-коммунистки. Они тазик со звездкой выбросили с балкона, крестик собрали, бумажку все зажгли, сама нам помыли пол. Ну а потом когда бабку выносили, все пришли идти и идти, плакали друг у друга на груди, просили прощения. И вот бабка там до сих пор находится, в этой крымской земле. Там. «Ветеран, может быть мы воевали неправильно? Может быть мы воевали неловко? Не успевали всех вытащить раненых? И наступали без обподготовки. Верили слепо в теорию книжной. С криком неверно мотать и ходили. Только вот мы и победили и выжили. Только мы выжили и победили. Выжили через победы великие. Всех от комрод до товарища Сталина. Мудрые через приказы и детей. И через крупа и диссы на стали. И через русскую неосмотрительность. Через немецкую их аккуратность. И нарожали всех вас, ускорителей, и перестройщиков, и демократов. Это ведь все мы. Не сгоревшие в танках, выжившие в полевых медсанбатах. Это ведь все мы. Это мы в сорок пятом. Время летит, как его нестреножил. Мы уступаем роли в своих лодках. Как вы сумеете, сдюжите, сможете. Время ли вас, или вы его все-таки. Через премудрости, через нелепости. Очередные политиков измы. Хватит ума ли у вас, хватит крепости. Место свое отстоять в этой жизни. Мы иногда поворчим по отечеству. Только поймите, в парагах или банках. Если сумеете по-человечески. Значит, не зря мы ложились под танки. Значит, не зря были марши парадные. Мертвых живыми пусть души не маются. Только бы жизнь была у вас ладной. И все равно, как она называется. Это не мы, не сгоревшие в танках. Выжившие в палевых медсанбадах. Это не мы. Это военные гранди. Это ведь вы. Просто вы сорок лет. Поехали. 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 Думаю, что будет правильно. Поехали. 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 Думаю будет правильно Если я хочу вас пригласить У нас сейчас 3-4-5 июля В парке Волхонка В городе Надинске будет проходить фестиваль Платформа Победа Который получился из того, что часть людей Которая раньше ездила на горшку Туда не поехала Платформа Остров Это Владимир Кожекин Фестиваль имени Пущино Который проводит Сережа Деременко И наша сцена Будет работать там Там уже записалось около 200 коллективов музыкальных 3-4-5 июля 3-4 там будет выступать Норд-Ост вечером А 4-го будет финал нашего фестиваля За рассеивание Санкт-Петербурга Вечером будет выступать Игорь Морозов И ряд других товарищей Которые Интересно, мне кажется, будут послушать Вход совершенно свободный Если у вас будет время, будем рады Там вас видеть Город Надинск Парк Палхотка Это 10 минут идти Вот станция железной дороги Надинск Которая там находится Вот Ну, а я заканчиваю свой концерт Могу стать успеть Дорогая Что-нибудь красивое Про лейтенанта Про лейтенанта Это какая Про лейтенанта А все равно ты будешь наказан Выборен, да? Да Юра Ну, вроде бы тебя Песня была написана В далеком, прекрасном 97-м году Поскольку, знаете, есть законы природы Которые Нику не отменял В общем, ладно Мы сами все поймем А ты только это какой По-честному? Нет Нет, я и спою такой Лекарный А вы еще Лекарный А вы еще делали Подчинение Подчинение символизирует И начальников Общее мнение Ему бешеный рост Прогнозирует А все равно Он будет выбоин Пусть вам не рвет Сомнение в груди А все равно Он будет выбоин Когда-нибудь И тем-нибудь Пускай сияет Череп Нимбами Но этот брат Произойдет А все равно Он будет выбоин Как и раз Последний Самый год Вот полковник Мужчина Значительный Что в любых Может выиграть В спорах Смелый Опытен он Исключительно И красив Словно крейсер Аврора Обаятелен Он Удивителен И познал Все крутые пути Смелый Опытен он Исключительно И сплоченный Зайвер В коллектив А все равно Он будет выбоин Пусть он не ровнет Сомнение Груть А все равно Он будет выбоин Когда-нибудь И тем-нибудь Пускай сияет Череп Нимбами Но этот брат Произойдет И все равно Он будет выбоин Как и раз Последний Самый год Коммунисты Или там Демократия Публик розовый С хреном И смаком Знай любая Военная Братья Что конец Твой Всегда Одинаков Ганнибалом Суворовым Были бы Штирлиц Сухов Щипать Все равно Но Тебя 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 И меня Обязательно Выбоят И не спорь Ты Товарищ Со мной А все равно Ты будешь Выбоин Пусть во мне Рвет Сомненье Хруть А все равно Ты будешь Выбоин Когда-нибудь И тем-нибудь Пускай сияет Череп Нимбами Но этот брат Произойдет А все равно Ты будешь Выбоин Как и раз Последний Самый год Та-ра-ра Та-ра-ра Ну а крайнюю песню я хочу вам всем поблагодарить за то, что вы сегодня здесь за то, что вы пришли за то, что вы мне подарили кусочек своей жизни Для меня это очень важно это самое главное что может быть Знаете, так получается вот у нас сейчас очередной наш друг не очередной, извините а очень большой наш друг Владимир Витальевич Хачевский а у него была тяжелая операция ему отрезали желудок вот и сейчас он реанимация восстанавливается вот надеюсь, что мы соберемся в августе на концерт для того, чтобы собрать ему средства на лечение просто когда такие вещи с тобой реально происходят понимаешь, что человеческая жизнь ограничена и очень важно, чтобы то, что происходит с тобой было для дракоса по крайней мере вот сегодняшний концерт это для меня лучший подарок вот и я хочу еще раз вас поблагодарить за то, что вы приехали за то, что вы подарили мне живое ваше внимание вот для нас это очень важно это наша жизнь когда люди слушают когда люди вместе с тобой да да будет мир на ваших океанах да будет свет на ваших кораблях да растворятся хладные туманы и встретит вас сиренями земля да будет мир и праздник в доме вашем и свежий ветер в ваших парусах и до краев всегда налита чаша и только ваше время на часах а вашим птицам вниз не опускаться а ваших стрел не тратить на пустяк а добрым снам и снится и сбываться да будет так да будет так и пусть покой сойдет на вашу пристань и отряду друзья от вас вину да будет так и ныне же и все двенадцать месяцев в году и все двенадцать месяцев году и все двенадцать месяцев в году да будет так Всё. Хочу сейчас предупредить ещё раз я. В сентябре у нас будет два праздника. Два больших концерта у нас будет в сентябре. 18 сентября здесь будет день рождения Татьяны Николаевны Маталины. В Большом зале. В Большом зале, который исполняется 60 лет, у которой будет на дне рождения. Александр Васильевич Городницкий, Вадима Валерия Мещуки, Леонид Сергеев, Тимур Шаров. Ну, обещали найти вот эти все люди. Ну, естественно, мы все будем там. Татьяна Николаевна Маталина, это человек, который руководил крупными московскими самыми интересными фестивалями авторской песни. А 24 сентября в Шале мы вместе с вами будем праздновать 80-летие центральной турбазы Терского, которая 80 лет исполняется. Мы решили, что будет правильно, если мы все вместе соберемся, посмеемся, покажем вам свои старые фотографии. У меня просьба, если у вас есть старые фотографии Терского, то присылайте мне на сайт, адрес сайта известен, можно взять моего директора Екатерина Леонидовна. Вот, то есть мы хотим сделать такую ностальическую встречу тех, кто был освещен, чья жизнь была освещена огнем этой потрясающей культурной точки Турбазовской школы. А я хочу, чтобы вы поблагодарили аплодисментами нашего потрясающего звукооператора. Спасибо вам большое. Добрый день, друзья. До свидания, до новых встреч. Гнездо Лухаря, это центр вселенной. Давайте жить, давайте петь, давайте верить, что мы победим. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ